Сразу после аварии виновник крепко уснул. Подъехавшие инспекторы его пересадили в патрульную машину, где он продолжил отсыпаться. Ни разбитые машины, ни пострадавшие люди человека не интересовали. По словам медиков, обычно с такими травмами они увозят пострадавших в больницу. Ведь необходимо убедиться, что нет скрытых повреждений, которые могут сказаться на дальнейшее здоровье пациентов. Но заставить девушку поехать в травмпункт им не удалось. Мы спокойно ехали прямо. Нас сзади долбанули, что мы аж перевернулись. И все, ну ладно, живы еще остались. За то, что остались живы еще долго, благодарил судьбу и водитель 12-й модели. Молодой человек не ожидал такого мощного удара сзади. Ведь парень специально, не торопясь, ехал по крайней правой полосе, чтобы не мешать другим участникам движения. Как оказался на крыше и сам не понял. Получилось так, что подрезал машину и прям не въехал. После столкновения с 12-й автомобиль виновник аварии еще врезался в металлический отбойник. Из-под капота повалил густой дым. Очевидцы вытащили неадекватного водителя из салона, а сами сбили пламя и на всякий случай отсоединили клеммы от аккумулятора, чтобы избежать повторного возгорания. Его вытащили с машины и посадили его. Он сидел. Так сидел, как сидел. Что ты сговорил? Нет. Мужчина, доброе утро. У меня слышите? 8.60 же, блин. Может, подушку? Подушку, а заодно и кровать мужчине должны вскоре предоставить за счет государства. Ведь если анализы подтвердят, что мужчина был пьян, ему может грозить административный арест до 15 суток. Продолжение следует...